Здравствуйте, уважаемые ульяновцы и гости нашего региона. В Ульяновской области и в стране в целом обстановка с заболеваемостью коронавирусом продолжает оставаться серьезной. Число заболевших растет, как в городе, так и в области. Но в соцсетях появляются слухи о коронавирусе, которые не имеют никакого отношения к действительности. Так называемая фейковая информация. Она касается голословных высказываний о том, что якобы совсем нет мест в больнице. Что переполнены морги. Такая информация лишь приводит к панике, заставляет людей бежать в аптеки и скупать впрок ненужные прямо сейчас лекарства. Как весной это было с продуктами. В этой непростой ситуации сделать себе рейтинг пытаются некоторые нечистоплотные политики и политические силы, которые намеренно сгущают краски, играя на эмоциях напуганных людей. Да, ситуация с заболеваемостью коронавирусом не самая простая. Как в нашем регионе, так и в стране, да и в мире в целом. С начала пандемии общее число заболевших в муниципальном образовании город Ульяновск составило 11 774 человека. Из них 3579 в Засвияжском, 3403 в Заволжском, 3262 в Ленинском и 1497 в железнодорожном районе города. Индекс распространения инфекции в городе крайне высок, 1,42. Расслабляться не время, нужно серьезно относиться к своему здоровью, беречь себя и близких. И власти не сидят, сложа руки. На территории региона продолжается комплекс мероприятий по дезинфекции. Подробности у заместителя главы города Ульяновска Александра Ермакова. В соответствии с распоряжением губернатора Ульяновской области и рекомендациями Роспотребнадзора, управляющими компаниями города, на постоянной основе ведется дезинфекция многоквартирных домов и дворовых территорий. В частности, обрабатываются входные группы, лестничные марши и лифтовые кабины. Обработка осуществляется веществами хлороактивного содержания. Всего у нас на октябрь месяц обработано более 2,5 тысяч многоквартирных домов. Общее количество дезинфекций составило 14 тысяч. А ежедневно обрабатывается порядка 700 многоквартирных домов. Сотрудники МБУ «Дорремстрой» ведут санитарную обработку остановок во всех районах города. 2 ноября работа велась на улицах 12 сентября Кирово, Локомотивной, Индинской, на проспекте Гая, Варекиса, Хрустальной, Луначарского. Ведется дезинфекция в городских парках. Об этом рассказал директор парка «Прибрежный» Юрий Мухин. В парке «Прибрежном» дезинфекция проводится ежедневно. Протираются аттракционы, протираются лавочки, где большое скопление людей. А в выходные мы уже проводим масштабную дезинфекцию с применением спецтехники. Мы покупаем дезинфицирующие средства в большом количестве. И те службы, которые в выходные дезинфицируют, они привозят с собой и проводят дезинфекцию всего парка. Не только парки обрабатываем, а все скверы и общественные места нового города и города Ульяновска. Конечно же, хотелось бы пожелать всем здоровья, самое главное, да, и обязательно пользоваться всеми средствами индивидуальной защиты и соблюдать все меры личной гигиены. Управляющие компании проводят дезинфекцию входных групп и контактных поверхностей в многоквартирных домах. За выходные обработали 163 объекта жилого фонда. Подробнее о том, как проходит такая обработка, рассказала старшая по дому номер 6 по бульвару Львовскому Римма Пищугина. Обрабатывают первый этаж, перила, почтовые ящики, детскую площадку тоже обрабатывают. Жители, конечно, за собой должны соблюдать все меры предосорожности, носить маски в общественных местах. Также в Ульяновске проходит усиленная дезинфекция учреждений и социальной сферы. Обработка специальными дезинфицирующими средствами ведется в детских садах, школах, спортивных и детских школах искусств, физкультурно-оздоровительных комплексах. Дезинфекция проводится несколько раз в день. Два раза в день производится полная комплексная обработка. В течение дня проходит дезинфекция в перерывах между занятиями, а в детских садах во время прогулки групп и выхода на питание. Особое внимание уделяется входной группе, дверям и ручкам, поручням, лестничным клеткам, пролетам, столам и стульям. В холлах, в рекреациях, учебных классах, в группах детских садов ведется обработка воздуха с помощью рециркуляторов и проветривания помещений. В спортивных школах и по окончанию каждой тренировки проводят дезинфекцию залов и спортивного инвентаря. Все тренировки проходят в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В школах, детсадах, спортивных клубах всем сотрудникам, детям и посетителям проводят замер температуры и обработку рук антисептиком. Ежедневно проходит генеральная уборка помещений с обязательной обработкой зданий и прилегающих территорий, ограждений, малых архитектурных форм, скамеек, подъездов и подходов. Администрацию города держат на особом контроле все мероприятия, связанные с дезинфекцией. Также в городе продолжаются рейды по соблюдению мер повышенной готовности. С 30 октября по 1 ноября в Ульяновске провели 13 таких рейдов. Мониторинговые группы проверили 280 объектов торговли и 103 единицы общественного транспорта. Также отдельная группа начала проверять работу городских поликлиник. Первая проверка состоялась в пятницу. Начальник управления по делам семьи Людмила Бубунова рассказала, что было проверено 14 поликлиник. Основное внимание уделяли наличию санитарного коврика на входе, проведению термометрии и дезинфекции рук, а также наличию при входе масок, перчаток и разделению потоков посетителей. Напомню, в рейдовых мероприятиях участвуют представители МБУ Управления гражданской защиты, Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции, Управления дорожного хозяйства, а также полиции и добровольные народные дружины. По итогам мониторинга провели 226 профилактических бесед. Составлено 5 протоколов об административных правонарушениях на торговых точках. Несмотря на все эти меры, от нас также многое зависит. Нужно самим ответственно относиться к своему здоровью, соблюдая режим повышенной готовности. Необходимо носить защитные маски и перчатки в общественных местах, не прикасаться на улице руками к лицу, пользоваться антисептиками и мыть руки с мылом. Эту же информацию также необходимо донести до своих детей. Это поможет защититься от коронавируса. Уважаемые ульяновцы, пожалуйста, берегите себя, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации. Субтитры создавал DimaTorzok